Всем привет! Это ЦР. Сейчас я расскажу вам, как добраться до Центр Фестиваль и покажу офис мобильного оператора АИС и Тарифы, про который я вам говорил. Это Second Road на одностороннее. Первое. Проще всего ехать со стороны того перекрестка, про который я вам говорил, с будкой полицейской на островке безопасности. Первый ориентир будет по правой стороне на ночной базар с такой зеленой крышей. Там рынок, можно посмотреть разные вещи, сумки, одежду, сувениры и так далее и тому подобное. Соответственно, если вы по правой стороне увидели ночной базар, значит скоро вам нажимать кнопку и выходить. С левой стороны ориентир, собственно, вот эти вот вывески и вот эта стела с названием, собственно, этого торгового центра. Так, пойдемте внутрь. Если вы остановились до этого поворота, будьте осторожны. Здесь выезжают, заезжают машины. Лучше всего, конечно, вот здесь, чтобы вам остановились. Здесь не надо будет перебегать эти заезды. Вот, собственно, сам Централ Фестиваль. Вот так вот выглядит фасад. Кстати, Труя это еще один мобильный оператор. Какое-то они кафе организовали. Можете поинтересоваться его тарифами, если вы увидите офис. Ну, я привык к АИС. Даже не знаю, есть ли у них в этом кафе офис. Возможно, здесь просто их Wi-Fi. Похоже, вот здесь внутри есть офис этого оператора. Можно зайти сразу вот здесь. Попадете в отделы косметики многочисленные. Можно пройти вот здесь. Ну, мы сразу пойдем на цокольный этаж, чтобы кратчайшим путем попасть к интересующему мобильным операторам. Труя это, 가지고 на нашей والке. Продолжение следует... Волч西. О, мы тогда так расскажем. Ну, мы семье. tивом самолет. Рамка металлоискателя. Ни разу не видел, чтобы кого-то останавливали, проверяли. Очень у меня на есть. Здесь есть продуктовый магазин, можно продукты к ним прикупить. Здесь есть так называемый фуд-парк, можно недорого поесть. Здесь получаете карточку, на которую кладете нужную вам сумму. Если потом сумма какая-то осталась, здесь же отдаете карточку и возвращают остаток по сумме. Также тут другие кафешки есть, плюс кафешки есть на пятом, шестом этаже. На пятом этаже есть то самое кафе корейское десертов, про которое я рассказывал в предыдущем ролике. Вот так вот выглядит фуд-парк. Это все сначала с такой вот, schauen по- Regel, это было непонятно. Где-то было, чтобы устроить кафешки. Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Офисоис Здесь есть какая-то FreeCharge зона Возможно можно зарядить телефон Сейчас проверим Точно здесь вы можете посадить, зарядить телефоны, если есть зарядка. Слева автоматы для оплаты услуг. Когда вам дадут номер телефона, нужно будет его ввести в автомат, заплатить деньги и вернуться с чеком к стойке. Здесь электронная очередь, консультант вам поможет получить талончик. Добавил с чеком к стойке. Вот, собственно, тарифы. Добавил с чеком к стойке. Я лично пользуюсь вот этим тарифом. Умудряюсь даже по нему загружать видео на YouTube. Подолго, конечно, но грузится. В следующий раз я, скорее всего, возьму вот этот тариф. Думаю, здесь будет все гораздо более шустрее. Это, опять же, актуально для тех, кто около месяца отдыхает. Для туристических поездок удобнее будет по 7 дней, 10 дней, 15 дней. По 7 дней без лимитки вообще не тариф. Скорость до 6 мегабит в секунду. Вообще отлично. Будет все, друзья. Всем спасибо за просмотр и удачи! До новых встреч!